Главная прокуртская партия Турции требует отменить результаты референдума. С такими же требованиями в Центральную избирательную комиссию страны обратились и другие оппозиционные партии. Напомню ранее о возможных фальсификациях в ходе голосования заявили и наблюдатели ОБСЕ. Тем временем на улицах все больше турков протестуют против результатов голосования, называя референдум обманом. Больше расскажет Алексей Пшемынский, он находится в Турции. Отменить результаты голосования и пересчитать голоса турецкие власти призвали в Демократической партии народов, главной прокуртской партии страны. Там уверены, голосование сфальсифицировано. У нас есть информация о том, что много где, особенно в курдских провинциях, голосование проходило не тайно, а открыто. И военные вместе с представителями властей следили за тем, чтобы люди голосовали за. Также избирательная комиссия посчитала, как да, множество пустых бланков. Это все ставит под большое сомнение легитимности этого референдума. Как доказательство, оппозиция опубликовала вот это видео. Один из членов местной избирательной комиссии проставляет печать «да» на пустых бланках. Как утверждают оппозиционеры, подобное происходило по всей стране, а на многие участки наблюдателей и вовсе не пустили. Тем временем в Стамбуле уже третий день не утихают протесты против итогов референдума. Несколько тысяч человек прошли центральными улицами города с плакатами «Хаир». Это означает «нет». Если наша страна станет авторитарным режимом, мы закончим, как Ирак или Сирия. Садама тоже превозносили, хотя он был диктатором. И мы знаем, как он в итоге закончил. Так закончит и Эрдоган. Мы против него. Эти результаты неверны. Печати «да» поставили уже в комиссии на 2,5 миллионов бланков. Они сами признались. Они — это кошмар, обрушившийся на нашу страну. И мы изгоним их. Против изменений в Конституцию проголосовало чуть меньше половины избирателей, около 20 миллионов человек. Однако это не мешает президенту Эрдогану уже третий день на митингах говорить о единстве турецкой нации, которая желает усиления его полномочий. Сам он в интервью телеканалу CNN заявил, что не собирается становиться диктатором, а наоборот укрепить демократию в стране. Тем временем турецкий премьер Бенали Елдырым, еще вчера заявлявший, что пересмотра результатов не будет, сегодня смягчил позицию и пообещал, что Центризбирком все же проведет расследование. Мы обязательно дадим подобающую оценку всем замечаниям и рассмотрим апелляции к итогам голосования. Это нормально. Однако выводить людей на улицы и говорить о непринятии результатов референдума — это совершенно неприемлемо. Несмотря на это, в турецкой оппозиции обещают вывести на улицы еще больше людей, если суд не пересмотрит результаты голосования. С сегодняшнего утра здесь, в столице Турции, Анкаре, на улицах десятки полицейских машин и грузовиков с водометами, а журналистам практически везде запрещено снимать. В стране еще на три месяца продлили чрезвычайное положение. Власть опасается массовых акций протеста. Из Анкары Алексей Пшемыский, Владимир Самченко. Подробности — телеканал Интер.